добрый день дорогие друзья сегодня у меня по хвостушке по хвостушке по случаю 8 марта вот такие у меня цветочки как вам я думаю вы все узнали его очень хорошо это буду вот такой кустик замечательный у меня уже есть белый буду а теперь будет просто буду вот такой ну и как положено сегодня мы будем делать обработку по приему вот этого цветочка мою коллекцию приступать для начала обработаем листочки этого растения для этого я возьму зеленое мыло для защиты растений небольшую плошечку с водой и буквально граммульку мыло разведу в этой водичке и протру листики так буквально граммульку вот так берем спонжик и спонжиком протираем листочки растения протираем с двух сторон вот так чтобы стереть всю грязь листочков и если есть следы клеща вы его увидите по цвету на спонжике если спонжик будет красный значит у нас есть красный паутинный клещ а пока вот так все протираем хорошо каждый листик не забываем протереть также и светодержатели они тоже и цветоносики вот так вот они видите какие грязные вот обязательно их надо протереть еще лучше даже сейчас их попробуем снять и протереть а потом поставить на место вот видите вот грязные все вот это вот протираем теперь выдружаем на место но это я потом за кадром вы дружу и так поступаем скажем светоносиком теперь смотрим что у нас здесь горшок вот смотрите видите сухие корни они уже никогда хорошими не станут их надо попросту удалить вот такие сухарики вот такие сухарики вот у нас желтый листик мы его тоже удалим разделяем его пополам вот видите фласочный маленький и разводим в разные стороны вот так и так со всех сторон вот здесь еще один сухой корешок так как мы обрезаем сухие корешки то прижигать вместо срезы не надо вот так вот убрали все сухие корешки теперь нужно будет обработать это растение от насекомых для этого я использую фитоверм вот здесь у меня 100 грамм тепленькой водички на 100 грамм тепленькой водички я беру 1 миллилитр фитоверма чтобы было точнее отмерять берем шприц и отмеряем 1 миллилитр 1 миллилитр закрываем размешиваем и заполняем пульверизатор вот свободный у меня небольшой пульверизатор небольшой емкости переливаем фитоверм в пульверизатор закрываем пульверизатор очень хорошо опрыскиваем и точку роста в общем полностью все растение и избегаем попадания на цветочки особенно на лицевую часть с тыльной стороны прыскать можно прыскать можно а с лицевой стороны нельзя иначе орхидея сбросит цветочки вот я опрыскала листочки пульверизатор теперь осталось обработать только корешки но корешки это я буду уже обрабатывать с утра пролью их фунгицидом они уже серенькие и их можно будет пролить ну да сниму завтра кусочек и вставлю в это видео ну вот для вас пролетело время как мгновение а у нас уже настал следующий день сегодня мы будем обрабатывать фунгицидом вот корешки новой орхидеи обрабатывать мы будем коктейлем вот из этих фунгицидов биофунгицидов это гомоир аллерин и фитоспорин аэс готовим коктейль берем на литр воды вот здесь у меня литр тепленькой водички берем по одной таблетке аллерина и гомоира растворяем их и 15 капель фитоспорина аэс раз два три четыре пять шесть семь восемь десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать с непривычки конечно запашок у фитоспорина аэс еще тот не совсем приятно так разводим все это чтоб таблеточки наши растворились и проливаем наше растение берем нашу самую замечательную грушу на свете и и вот так по краешку помню что в орхидее есть торфяной горшочек проливаем по краешку биофунгициды для одной орхидеи конечно литр коктейлю что я развела это много но у меня орхидеи хватает я найду применение этому коктейлю а вы уже можете скорректировать на необходимое количество коктейля дозировку биофунгицидов так вот смотрим еще чуть-чуть зальем и все все одну грушу вот с этой стороны видно не совсем но пропавшие корешочки есть поэтому биофунгицид им явно этой орхидеи не помешает вот мы залили где-то на высоту пальчика коктейлям и даем постоять орхидеи полчаса потом жидкость сливаем и ставим нашу орхидею на карантин до повторной обработки от насекомых и вредителей фитоловином а пока я вам поснимаю эти цветочки а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok